Доброе утро! У одного из участников группы с Сашей одинаковые голоса. Не пугайтесь, Саши не два, и он не спорит сам с собой, но в гостях просто люди с прекрасными голосами. Итак, сегодня музыканты эти подготовили для нас такие песни. Это «Катюша» и, конечно же, песня группы «Выходной день». Это песня «Макарыч», о ней мы чуть позже поговорим, как она была написана. И она посвящена Шукшину. Мы ее услышим в записи в конце. Ну а пока давайте про праздник. Все-таки собрались мы здесь именно по поводу 9 мая. Расскажите, есть ли у вас какие-то традиции праздника 9 мая? Как вы его празднуете? Куда мы идете? Отмечали. Ну, как впервые отмечали, как все, наверное, обычные люди ходили на парад, но сейчас я, как правило, в утром беру с собой дочь, звать ее Екатерина, Катюша, да? Вот, мы с ней идем на парад. На берег. Да, и она смотрит парад. Я подчеркиваю, она смотрит парад, сидя у меня на плечах, потому что мне, естественно, ничего не видно. Папа смотрит в затылок кому-то. Ну, вот такая традиция довольно простая. Так, а у вас, Сергей? Какие традиции с ними? Вы знаете, мы на парады ходим редко, в основном смотрим их по телевизору, ну, всего разных причин. На парадах действительно приходится ребенка поднимать, держать на шее, и ребенку, может быть, не видно, и мне не видно, ну, не особо интересно. Но при этом сам праздник для меня является достаточно святым праздником, очень великим, грандиозным. В свое время, в начале 2000-х годов, я с группой, я жил в Хантамасийском округе, и мы с группой ездили очень много на военно-патриотические фестивали, занимали первые места, призовые места. Это был такой существенный кусок моей жизни, посвященный именно Дню Победы. Ну, а сейчас группа «Выходной день» как-то участвует в этом празднике ежегодно? Вы где-то выступали в прошлом году, там, в этом году есть какие-то планы на остаток дня сегодняшних? Или вы домой после эфира? После эфира мы не домой. Сама группа «Выходной день» сегодня будет выступать в одном большом ресторане в Новосибирске вечером, а у меня сегодня будет автопробег. Автопробег будет, да, мои друзья и знакомые, в половине 12-го, наверное, от ресторана «Максимилинс» до «Монумента славы» осуществят автопробег. Для того, чтобы возложить цветы к мемориалу и к огню. Вы будете участвовать? Да, я буду участвовать. Что за техника там участвует? У нас группа единомышленников. Мы ездим на автомобилях одной немецкой марки. Ну, собственно, не обязательно автомобили именно этой марки будут участвовать, но все желающие. Это здорово, отличная традиция. Давайте к традициям вернемся и как-то все-таки проиллюкстрируем музыкально нашу встречу. Группа «Выходной день» Сергей Клихин. Группа «Выходной день» Может, сто, а может, даже двести лет назад. Левый, правый, гренадеры, высший кемера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься, а ты любы. А ты-баты шли солдаты, знамя над полком. Вне концарстве государств и все равно в каком. Выделялись гренадеры, писаные красы, по-модному на шомполе закручены усы. Им стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься от любви. Здорово. Спасибо. Руслана, каждый год у вас концерт на 9 мая вечерний. Да, каждый год. Что-то еще? Или вы днем с семьями вечером собираетесь играть? Ну, как правило, так, да. Как правило, так. Мы сейчас прервемся на рекламу, потом вернемся. И Руслан обещал нам рассказать кое-что о своем прадеде. У нас в гостях группа «Выходной день» Сергей Плюхин, Руслан Глухман. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Сегодня наш эфир довольно праздничный. Мы не только поим тематические песни, но и разговариваем о том, кто что помнит, у кого в семье живы воспоминания и традиции. И Руслан Глухман обещал рассказать нам о своем прадеде. Да, прадед это Якушин Андрей Иванович, рядовой. Родился в 1903 году в село Бобровка Сузунского района Новосибирской области. Новосибирская область. Призван Сузунским РВК 19 сентября 1941 года. призван в 34-й гвардейский стрелковый полк 19-й гвардейской дивизии. Ну, к сожалению, умер от ран 9 сентября 1943 года и похоронен около деревни Леонова Духовщинского района Смоленской области. Ну, вот только такие данные, вот все, что есть. Это вы, наверное, нашли в интернете, в книге памяти. Да, у меня дядя, да, он мне эти данные дал, и мы их перепроверили, вот таким образом. Ну, а вообще в семье у вас кто-то, может быть, бабушка вам, дедушка рассказывали о нем, что-то такое, более бытовое, нежели факты, такие фотографии. Видели, похожи на него, не похожи? Фотография есть, не похожи. Не похожи. Да, очень мало информации на самом деле, бытовых каких-то вещей нет. Мы делали проект «Ровесники» к 9 мая, наши слушатели присылали нам фотографии своих прадедов, свои фотографии сравнивали. Некоторые похожи, некоторые действительно нет. Я лично сравнивала свои фотографии с своим прадедом. Действительно, сходства очень мало, через поколение все такое, все-таки оно меняется. Есть, это похож. Похож? Ну, меня, в честь, его назвали. А, ну, это все меняет, это все меняет. Но, все-таки важнее всего помнить о них и об их подвигах. И давайте в память поем еще одну песню. Это песня «Катюша», была строевая песня у меня в армии. Ну, и, собственно говоря, я от этой песни напел себе дочь. А вы где служили? Я служил в дивизии Дон-100, Северо-Кавказский округ, это Ростовская область, в казачьих лагерях. Сергей, вы не слушали? Нет, я учился. Главное, что вы сейчас нам споете. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, Про степного, сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Пой ты песня, песенка дичья, Ты лети за ясным солнцем след, И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, А любовь Катюша сбережет. Сергей, у меня вопрос перепутала. Нет, Руслан, Человеку, который служил. Как в армии отмечают 9 мая? Есть воспоминания? Да, есть. Но это, как правило, тоже праздничное построение, Значит, марши какие-то. Ну и праздничный обед в столовой, Газировка, конфеты. Газировка и конфеты? Ну, то есть, наверное, Как-то меньше нагрузок физических, да? Да, да, да. И наверняка это были какие-то выезды На какие-то паникники или не было? Нет, у нас не было. Ну, еще есть у нас одна песня, Которую мы услышим не вживую, а в записи. Называется она «Макарыча». Она одна из новых песен. Да, что это за песня? Расскажите о чем? И как она родилась, самое важное? Эта новая песня, Ну, родилась она, наверное, Точнее, основа этой песни Была заложена лет 30 назад, Когда нас, маленьких ребятишек, Мама отвозила к бабушке в деревню Красный Кремешок Сузулского района. Значит, это с конца мая по конец августа. И мы там ловили окуней, Ели землянику с молоком, с черникой, Напитывались, видимо, Всей вот этой вот энергией. И как-то это все копилось-копилось. И у нас, значит, Родилась идея такая, Ну, вот уже в этом возрасте, Посмотрев Карину Красную, Посмотрев печки, лавочки. Дело в том, что Вот тему деревни, Тему природы, души, Ведь на самом деле же мы все из деревни. Так, если разобраться, У всех новосибирцев родственники из деревни. Может быть, даже это скрывает, Но на самом деле это делать... Зачем скрывать? Ну, есть такое, да. Это делать не нужно, Потому что... Ну и, собственно говоря, К чему я говорил, Никто не раскрыл так широко Тему души, Тему деревни, Как Василий Макарович. И, соответственно, Вот, грубо говоря, Мои мысли, Значит, творчество Василия Макаровича, Все это соединилось, И получилась вот эта вот песня. Нам, значит, Очень много людей нам помогали в записи. Это Новосибирский молодежный ансамбль Играй гармонь, ТКЖ, Это музыканты, Это Виталий Гасаев, Город Барнаул, Непосредственно принимал нас на Алтайской земле. Участник команды КВН, Дети лейтенант Анаташи Митро. Совершенно верно. Ну и вот, грубо говоря, Куча вот этой вот энергии, Куча людей, Все это воедино слепилось, Так называемое, Ну и получилась вот эта песня. Вы поехали специально туда, Спустя много лет, Чтобы освежить вот эти... Мы были в Сростках, да, Непосредственно в видеоряде, В видеоряде использованы кадры С деревни Сростки. Вы еще и снимали клип-то? Да. Может быть, про клип расскажете, Что там еще идите? Может, какие-то исторические Вам удалось найти кинохронику, нет? Да, там один интересный момент, Это Юлия Вакурина, Это наш видеооператор, Она поймала, Там есть кадры с фильма На печке-лавочке, Такой овраг снимается, да? И в нашем видеоряде Есть современные, Современная съемка Это уже самого оврага, да, 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 да. Ну вот такой интересный момент. Сергей, Вы писали музыку? Да. Ну, расскажите нам, вы тоже очень тесно как-то связаны с творчеством. Да, вас тоже вдохновила это. Или вас вдохновила любовь Руслана к этому писателю? Ну, наверное, все-таки любовь Руслана, потому что я сам, я уже говорю, я не из этих мест родом, я сюда приехал 12 лет назад. Мне очень нравится писать музыку, для меня это порыв души какой-то был. Ну, и нравится писать именно музыку, которая, ну, больше сходна с народной музыкой. Вот. То есть обязательно, чтобы был баянчик, чтобы была-была лайка, например. Мне эта музыка очень нравится, она очень мне близка. У вас тоже деревенские корни? У меня корни поселковые. Я родом с поселка Игрим, Березовского района, Хантамансийского округа. Это то место, где нашли первый газ на севере. В Березовском районе, может быть, как-то есть воспоминания тоже из детства, как отмечали 9 мая? Да, конечно. У нас традиция была, весь поселок 9 мая всегда ходил к памятнику героя Советского Союза Гаврила Епифановича Собянина. Вот так. Песню, Макарыч, мы послушаем прямо сейчас. Да. Макарыч, мы послушаем прямо сейчас. А дорога на родину, в горку вверх, с горки вниз, Еду я за мелодией, будь готов, кармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду, На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам, Земли кисердобольные, Все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари, На щеках в ней ямочки, Все пылает внутри. Будет долго еще стучать Сердцева Сильмака рычат, И в коту невесной опять Потемнеет вода. Будут люди простые жить, Радоваться, грустить, любить. И пусть это любовь в сердцах Навсегда, навсегда. А березки все плакали, Здорово, кума. Петухами, собаками Зазывали дома. Здравствуй, милая Родина, Здравствуй, батя Алтай. Золотухина, дом родной Евдокимова края. Ждет меня, дожидается Под мостом огонек. И любовь просыпается Та, что в сердце зверек. Под иконой березовой Лягу я умирать. За твои муки слезы Ты прости меня, мать. Будет долго еще стучать Сердцева Сильмака рычат, И в коту невесной опять Потемнеет вода. Будут люди простые жить, Радоваться, грустить, любить. И пусть это любовь в сердцах Навсегда, навсегда. Будет долго еще стучать Сердцева Сильмака рычат, И в коту невесной опять Потемнеет вода. Будут люди простые жить, Радоваться, грустить, любить. И пусть это любовь в сердцах Навсегда, навсегда. Будут люди простые жить, Радоваться, грустить, любить. И пусть это любовь в сердцах Навсегда, навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok